Привет, ребята, с вами Даша, вы на канале Дарья Библиарий, и это видео полностью посвящено одной книге и вполне конкретному мероприятию по ней, точнее, осеннему марафону чтений. Я решила провести этот осенний марафон, как только впервые вообще открыла книгу «Обычная магия», который написан Андреем Волковским. Под этим псевдонимом, если что, скрываются два соавтора, но я дальше буду говорить, что это просто Андрей Волковский. И как только я впервые вообще открыла эту книгу, я поняла, что да, я хочу марафон. Дело в том, что действие все начинается именно осенью, и мне кажется, я не прогадаю, если я сама буду читать в октябре эту книгу. Я специально остановила себя и не читала дальше, и ждала, ждала именно этого момента, поэтому вас я тоже сегодня приглашаю поучаствовать со мной в осеннем марафоне, который так и будет называться «Обычная магия». И давайте я сначала расскажу про книгу, что там в сюжете, а потом уже буду говорить про правила, про все нюансы участия в марафоне. Главный герой «Обычной магии» Руслан – обычный парень, обычный студент нашего с вами мира, вполне узнаваемого мира, но он кое-чем отличается. Дело в том, что он видит некие сущности, и, естественно, он сначала не понимает, в порядке ли он, потому что, когда ты видишь светящиеся огоньки, какие-то темные сущности, которые прилипают к людям, это заставляет задуматься, это, естественно, страшно. Но вот однажды он встречает человека, который точно так же, как и он, видит такие сущности, и у Руслана появляется шанс на то, чтобы выяснить, все ли с ним в порядке. У Руслана получается поближе познакомиться с этим таинственным человеком, и он понимает, что с ним-то как раз все в порядке, просто он так называемый видящий. И дальше Руслан и Бьерн, как называют себя этот странный, незнакомец, этот странный человек, этот видящий, они начинают свои приключения уже вместе. Мне по первым нескольким главам очень сильно кажется, что из этого вышел бы очень классный сериал, наподобие сверхъестественного или зачарованных, но только с нашим колоритом, со своим уникальным бестиарием. То есть это чем-то и похоже, и совершенно не похоже на те сериалы, про которые я вам сейчас сказала. Я просто пытаюсь привести хотя бы какую-то аналогию, чтобы вы примерно поняли, к чему я веду. Скорее всего, вы видели больше десятка подобных сериалов, но все они уникальны. То есть «Ведьмак» от Netflix очень сильно отличается от сверхъестественного. Сверхъестественное очень сильно отличается, например, от какого-нибудь аниме. Мне сейчас на ум приходят только Sailor Moon и Soul Eater, но я уверена, вы сможете подобрать из аниме более удачные примеры. Это у меня не очень большой список просмотренных аниме. В общем, я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. В полной версии своей обычная магия доступна только онлайн. Тем не менее, бумажная книга тоже имеется, но она включает только первые 15 историй. Но я очень надеюсь, что выйдут в бумаге все истории в каком-то очень классном таком издании, может быть, даже в подарочном, может быть, даже с отрисовкой всех существ, которых придумал Андрей Волковский. Мы будем читать с вами обычную магию целый месяц. С 3 октября по 31 октября, то есть с понедельника по понедельник. Марафон будет разбит на 4 этапа. Первый этап – это осенний цикл историй. Второй этап – это зимний цикл истории. Третий этап – весенний цикл истории. И четвертый этап, который все завершает, это летний цикл истории. Участвовать в марафоне могут абсолютно все. Если вы читали книгу, если вы не читали книгу, если вы читали какую-то часть, если вы захотите перечитывать, если для вас это в новинку, абсолютно все возможно. Абсолютно всем участникам я вышлю электронную открытку по завершении марафона. Для этого вам нужно будет оставить свою электронную почту в форме, которую я прикрепляю внизу под видео в инфобоксе. Там будет специальная форма для того, чтобы вы оставили свою заявку на участие и оставили свою электронную почту. Также вы от меня от Андрея Волковского можете получить подарки за участие в этом марафоне. Мы приготовили для вас два подарочных книжных бокса. В этом боксе будет, конечно же, книга «Обычная магия». То есть эти первые 15 историй, напечатанные на бумаге, там будет внутри свечка с потрясающим ароматом, там будет классная осенняя кружка. Мы, правда, постарались сделать наполнение книжных боксов таким осенним и волшебным. Для того, чтобы попытаться стать обладателем книжного бокса, вы должны прочитать книгу «Обычная магия» и сделать либо отзыв на нее на своей страничке ВКонтакте, отметив мое сообщество Дарьи Бляарий и сообщество «Книжного волка» — это сообщество, где живет обычная магия. Вы также можете сделать косплей героев, рисунок, все что угодно, написать стихотворение, песню, снять какое-нибудь забавное видео про обычную магию. Главное — выложить это у себя на открытой страничке и отметить наше сообщество, чтобы ваша работа не потерялась. И по завершению марафона мы выберем двух ребят, кому отправятся книжные боксы. Также мы решили, что у нас еще будет четыре подарочных конверта, которые также уедут ребятам, которые сделали какие-то творческие работы или отзыв. Их мы также выберем коллективно после завершения марафона. Как я уже сказала, я начинаю читать книгу вместе с вами буквально. Да, я прочитала там какой-то совсем крохотный кусочек, но я с удовольствием его перечитаю и отправлюсь для себя в новое совершенно путешествие. Буду снимать про это видео, буду писать об этом посты ВКонтакте. И для того, чтобы мне самой было интереснее и удобнее отмечать свой прогресс, и также, возможно, это будет интересно вам, В общем, я сделала специальный трекер чтения, его можно будет найти, распечатать или просто сохранить себе на телефон или на компьютер, а потом выкладывать, например, в сторис и хвастаться своим прогрессом. В общем, файл трекер чтения будет также внизу, это такая картиночка с желудями, и я постаралась сделать ее как можно более осенней. Если будете отмечать свой прогресс ВКонтакте в историях, обязательно отмечайте меня или книжного волка, чтобы мы вас не потеряли и передали вам привет. Ну и давайте резюмировать. В течение месяца с 3 октября по 31 октября мы с вами читаем в 4 этапа книгу «Обычная магия». Книга доступна по ссылке в описании, также вы можете приобрести первые 15 историй, которые вышли в бумаге, я на книгу также оставлю обязательно ссылку. Отмечайте на трекере чтения свой прогресс, пишите свои впечатления в историях у себя на страничках, отмечайте меня и сообщество «Книжный волк». Если вас вдохновила эта книга, делайте творческие работы, пишите отзывы, опять же, отмечайте нас, чтобы мы ничего не потеряли, и давайте вместе весело проводить время. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там будет очень-очень много всего про обычную магию в течение месяца. Я подготовила для вас различные активности, помимо всего прочего. Все важные ссылки, напоминаю, внизу в инфобоксе можете ориентироваться либо по этой информации, либо по информации, которая будет доступна в моей группе ВКонтакте. Я, если честно, вся в предвкушении, мне уже очень хочется начать. Я даже знаю, что некоторые ребята ждали специально этого марафона, они были в курсе, что будет марафон, я несколько раз об этом писала. И специально не читали, не начинали читать обычную магию и отправляются сейчас вместе со мной в это путешествие. И если вы еще сомневаетесь, не сомневаетесь, пойдемте с нами вместе. Ну что, ребят, на этом я вам всю информацию дала. Буду с вами прощаться до следующего видео. С вами была Даша. Всем хороших книг, приятного чтения и отличного марафона. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok